Всем привет! Вы на канале Вульфи и Нитрич. Сегодня мы играем в Black Desert Mobile. Сегодняшнее видео будет коротеньким и по контенту, который добавили на прошлой неделе. Мне повезло, и я выбила то, что выпадает, и могу теперь рассказать, как это работает. Но сначала хочу напомнить о том, что если вам нужна помощь в донате в Black Desert Mobile, ну или там BDO, либо другая какая-нибудь игра, вы можете написать мне в Discord, и я вам расскажу, какие у меня есть варианты, а дальше вы сможете выбрать, подходят вам эти варианты или нет. Итак, о чем пойдет речь? Рог, глупый плющевик. Это итемка, призывной босс. Где-то месяц назад ввели такого же босса, но для более слабенького ГСа, для 20+, он падает в Валенсии. Я думала совместить видосы с этим боссом и со вторым боссом, но, к сожалению, тот мне не выпал. У меня есть второй аккаунт, как раз 20 тысяч БСа, всю неделю формила-формила и не выпало. А вот с плющевиком повезло, пущевиком точнее, мне выпало целых два. Плюс в гильдии у нас человечек тоже выбил парочку таких пущевиков, и поэтому я записала, как это дело происходит, на себе затестила, что это вообще и как, и могу теперь рассказать для того, чтобы вы понимали, зачем это надо. Первое главное важное, что нужно помнить, это то, что у него срок годности сутки. То есть, держим это в голове, и как только вы его выбиваете, вам нужно искать компанию, чтобы с ним зафармить, поскольку в соло его убить нельзя. Обязательно нужно приглашать либо сагильдийца, либо человечка из братства. Это не проблема, когда активная гильдия, либо когда братство нормальное. Проблема, когда, соответственно, либо у тебя гильдия неактивная, либо там малыши, потому что, чтобы сюда попасть, нужно иметь 30 плюс БСа. То есть, если у человечка БСа не хватает, то он не сможет принять приглашение. Это вторая проблемка, которую нужно помнить. Поэтому, если вдруг у вас есть какие-то такие проблемы с коллективом, то вы можете прийти к нам в гильдию Ями Хами. У нас пока никаких особых обязательств нету, ПВП какого-то контента обязательного. Играем для своего удовольствия, есть буквально парочку каких-то таких моментов, что нужно приходить, отмечаться, делать гильд квесты и все. Ну и, собственно, здесь вы сможете найти себе больше активных игроков, которые смогут с вами сходить на этого призывного босса. А ходить сюда нужно, то есть, можно было бы, конечно, продать вот за вот эту сумму, которая здесь указана, сколько это, 1 миллиард. Но, каждый раз, когда ты призываешь, не просто ходишь, а призываешь этого босса, давай сразу расскажу, как это все происходит, вот прям с самого начала. Вот у тебя есть свиточек, ты нажимаешь на него ПКМ, и тебе предлагают создать группу. Дальше. Группа может быть открытой, может быть закрытой. Если открытой, я не знаю, где она высвечивается, но я лично просто кидала приглашение. То есть, я знаю, сначала в гильдии сделала опрос, есть кто живой 30 плюс тысяч ГСа, и потом просто кинула этим людям инвайт. Как и здесь, есть вариант только братство и член гильдии. Так, то есть, друзья не подходят. Дальше. Люди принимают приглашение, как в любом подборе группы, ты ждешь, когда все нажимают готовность, и запускаешь. С фарм босса несложный. Просто ты идешь, такой же босс, как гильдийный босс, плющевик, или там покорение у нас есть, тоже плющевик, плющевик точнее. Если умираешь, ничего страшного, нажимаешь повторить, ты появляешься на точке респа и бежишь дальше, убиваешь. То есть, никаких прям таких супер экстремальных условий здесь нет. Как только вы убиваете босса, то есть общий дроп и есть отдельный дроп для призывателя. Как видишь, здесь падает точка для заточки нового алхимического камня розового, потом шарики для крафта оси хаоса, свиточек для реликвии, валксы для заточки и корона на серебро. И если ты владелец этого рога, то есть призвал самого древнего, то ты получаешь еще и два окрада. То есть, это вот прям, ну, самая топивейшая вообще возможность сделать себе камни, сделать себе, наконец-то, все алхимические камни, да, то есть камни инкурсации в бежу, алхимические камни, все это, наконец-то, сделать, потому что окрады как-то падают очень странно, то пусто, то густо. На прошлой неделе мне упало аж штук шесть их, я себе сделала второй алхимический камень. На этой неделе выпало ноль, и только благодаря вот этим рогам, рогам, ну, в общем, этим призывным свиткам, я смогла себе сделать третий алхимический камень. Про который, кстати, скоро сделаю текстовую версию гайда, для тех, кто там, например, не совсем понимает алгоритм, где-то запутался, там, как что открывается, то есть это я все сделаю, видео решила не сделать, поскольку там, ну, проще визуально смотреть именно со скриншотами Так вот, а тем, кто был со мной в группе, упало вот что, то есть вот тот же самый дроп, только без окрадов Выглядит все, ну, тоже очень довольно просто, тебе кидают приглашение, написано, что минимум 30 тысяч бс, и если у тебя этого бс не хватает, то у тебя просто выскочит системное сообщение о том, что вам поступило предложение, но так как у вас недостаточно бс, то вы его не можете принять, это я пыталась так на твинке протестить Жмешь готовность, и пати лидер заводит Как видишь, все то же самое В конце дроп я получила вот такой вот Просто один в один по количеству, как и в первом, только нету двух окрадов Все, то есть отсюда хорошая новость для тех, кто дорос до Камасильвии и может фармить уже Камасильвию Обрати внимание, что этот рог падает прямо-таки во всей Камасильвии, то есть куда ни ткни И в лесу Маншаро, это у нас бс 31 тысяча С грифонов, то есть и змеяро здесь даже тоже может выпасть, то есть это 30 тысяч бс, значит как только ты до Камасильвии дорос, у тебя уже есть возможность получить вот этот вот рог Все, такие вот новости, надеюсь было полезно, информативно, поскольку на обновлении я не смогла вам этого дела показать, но вот протестили Теперь, как говорится, надеемся на удачу и фармим-фармим окрады Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, делитесь видео с друзьями, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих видео Возможно, где-то что-то в игре непонятно и было бы интересно, либо, например, полезно увидеть какой-нибудь гайдик от меня Хорошего всем дня, берегите себя и до встречи в следующих видео, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok